блин я только сейчас понял то что я немножечко забыл забрать этот кабель но капель у нас принципе плоскогубцами можно попытаться зубы у нас снизу использовать а вот и ключик блестящий ключик иди сюда любопытно какой-то верно по третью права выключи кровавые эти и пойдемте большой кошак ничего себе какой большой код ты выглядишь в точности как мистер полночь и должны найти на деле а для этого нужно открыть что-то там часы будильник прекрасно крепко привязаны я хочу их взять мне нужно что-то с этим сделать ножом понятное дело так я думал я не достану думал ветку использую так у нас какой-то лифты внутрь можно войти по ходу вина огромного кота как изучить а так исчезнет волокна сейчас на свет и пла-пла-пла дайте собираем часы и как на стене огромном коте на спине огромных это могу как бы должно да давайте соберем часы и кук так мыло 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 перчатка работающая часы готово о боже мой это потрясающе часто и как они готовы великолепно с помощью этого я разбужу в мобоком интересно как это работает так ладно мы открыли какой-то лифт поехали тогда блин то там дерево что то есть здравствуйте дерево ты большим большое что это за красные штуки которые лезут из тебя думаю это и она не скажет ладно а то лифт наверх даже о извините мне очень нужно ключ который висит за вами прости но я не говорю с незнакомцами вам не нужно говорить просто позвольте мне взять ключ если я решил не разговаривать с незнакомцами я не так я их и не слушаю разочарование у меня есть вопрос вы заставили на этом дереве я крепко привязана к нему почему ты спрашиваешь и просто любопытно увидимся позже может расчесать смотрите я нашла волшебную расческу для волос разве это не здорово не знаю расческа что это она сделает ваши волосы очень красивыми и мягкими хотите попробовать я не знаю я не знаю это опасно это очень приятно если расчесывать правильно хорошо давай попробуем хорошо только обещайте что не сожжете меня ладно я могу обжечь только если я в опасности будь нежней и ничего плохого не случится хорошо я нежная ты нежно сработало что ж что со мной происходит я никогда такого не испытывала ну как вы и люцифер так люцифер все люцифер на которые я встречала делали так правда что же большое тебе спасибо прекрасное существо я чувствую что мне нужно улетать так ну понятно что мы не достанем зато мы можем не завязать палочка которую нам дали и достать ключ фантастика я не могу до него добраться теперь ключ у меня так все теперь спускаемся вниз заходим в последнюю комнату кровавую комнату или кровавую дверь по-другому сказать и походу это будет у нас конец то что больше прохода у нас нету и там какие-то внутренности и и здесь не рады извините но я ищу своего котика и мне нужно пробудить могу просто могу к для тебя мать могу к высокомерные дети и как ты собираешься ее пробудить а сумасшедшие я ухожу я ухожу злое дерево мой котик ждет меня привет привет козлик ты немного похож на ремура может и козы ремура хотя ты гораздо красивее ой привет кабанчик ты весело проводишь время ты друг мобуки а давайте используем а берегись мобуки пробуждение тьма вас восстала из неизведанного вы простите что разбудила вас мать могу к но мне нужна ваша помощь мне кто-нибудь скажет кто это существо очень нагло идите от такого тельца прошу прощения но я могу ответить сама я френ бул человеческая девочка мне 11 лет и я очень храбрая человек в логове мобуки забавно кто привел тебя сюда по-видимому это ремур окажется он ваш сын не так ли мой сын уже проник свою голову вы имеете ввиду вскрыл вскрывал ли он мою голову и думаю ты пила или ела красноватая зель или или бобы бобы бэй таблетки похоже на красные бобы так что до рима а бобы бобы мои таблетки похожи на красные бобы так что да я принимала в банку когда я не могу так принять к тебе насилие сила была выпущена надеюсь внизу ты найдешь что ищешь спасибо спасибо но что за сила была выпущена можете мне рассказывать сила внутри тебя разве ты не знаешь ты избрана пятью реальностями чтобы стать хранителем ключа эти реальности были созданы параллельно со временем что о чем вы говорите хранителя ключа кто вам это сказал давным-давно великие волоки из праймев поведали нам все цените мы будет охотником за хранителем который вкусил красное семя ты слишком молода должна сказать слишком слишком чтобы стать хранителем ключа если в тебе что-то с тобой происходило что-нибудь смрачное я думаю что рима рубил моих родителей представьте как я себя чувствую я и есть эти чувства франбоу я все зловеще что ты можешь себе представить я питаюсь так слезами и горем отчаянием и страхом почему вас не волнует что ромео убил моих родителей я думал вы хорошая мне любопытно узнать причину если тебе станет легче теперь я понимаю это и есть причина ты ищешь правду вперед хранитель ключа будь храброй я открою тебе свое сердце ух жестко жестко чего ну зончик еще такой подъехал ох тело этого существа сделаны из лиц детей ванной мальчик так ванной мальчик что-то об этом говорили я тебя знаю ты забрал кое-что у меня не так ли маленькая воровка где мои спицы а ты заголола ей всех своих маленьких друзей что спицы вы мертвая медсестра из клиники освальда разве я выгляжу мертвой а маленькое чудовище не могла бы ты взять номер и сидишь где своей очереди в зале ожидания но мисс мне не нужна медицинская помощь я просто хочу найти своим котиком возьми номер и жди я не стану повторять ну ладно седьмой возьму номер надеюсь он будет хороший не слушает и видит и трогает в некоторых смысле я чувствую что вернулась в клинику асфальда когда вот типа пытаемся зайти сюда заперта но здесь нет замочной скважины значит пойдем ждать ах интересно сколько мне еще ждать несколько часов может быть дней а я жду уже неделю сколько ждут остальные я жду целый месяц у меня номер два должно быть скоро моя очередь я жду три с половиной недели совершенно безнадежно простите если ли способ всескорить да стать ISC зачастырь доктором самому это бы все ускорило и помогло бы всем тогда почему вы капбаны самим не стать доктором я не могу потому что я боль болен я не могу мэк глаз ослеп у меня сломано урок понимаете я не могу эстать доктором я должна быть пациентом я тоже не могу Я потерял, собственно, так. Способность пугать себя перед зеркалом. Ну, я вообще не больна. Хорошо, позвольте мне пройти перед вами, хорошо? Я не могу, я даже не знаю, какая у меня болезнь. Вот почему я здесь. Как вы можете не знать? У вас что-то болит? Это очень трудный вопрос. Сделай его мягче. Как я могу сделать вопрос мягче? Это очень странно. Эй, а ты пробовала вытащить свои глаза? Иногда помогает. Тьфу, хватит. С вами невозможно говорить все разумно. Конечно, ты не можешь нас понять. Ты не так, кто видит все. Ты знаешь, насколько... Так. Ты знаешь, у нас только несколько минут. Это времени недостаточно, чтобы все понять. Ммм. Это так. Но было бы неплохо использовать некий здравый смысл. Почему? Это здравый смысл может так... Такого, что не может дарить... Незаурядный. Ну, он помогает лучше понимать друг друга. В любом случае, мы хорошо друг друга понимаем. Да, отлично понимаем. Мы уважаем различия. Тогда кто видит все? Вы имеете ввиду Мабуку? Нет, Мабука все знает. Это не то же самое. Видишь? А теперь я хочу подождать, потому что разговоры не сделают ожидания короче. Ладно, спасибо же. И на то. Ах, ожидание было весьма в начале, а теперь стало скучно ждать. Думаю, мой урок не отрастет снова. Аск. И скоро я буду очень зол из-за этого. Видишь экран? У меня номер два. Скоро моя очередь. Мой глаз сломан. Большой глаз сказал мне об этом. Потому что... Она все видит. Должно быть это красный... Экран с номером. Окей, значит вы мне предлагаете еще что-то придумать здесь. Так, у меня номер си... А, постоять. Ничего, не работает. Да уж. Так, мне нужен урок. Рок-рок-рок-рок. Способность пугать людей. Рога. Так, все. У нас тут есть какой-то мобильник. Был где-то у нас номер или типа того. Или типа того. Так, ну я рогов никаких не вижу. Так, может с глазом поговорить, околсом. Иди ты скоро на... А, нет. Ладно, давайте вернемся в больничку. Эй, детка, сейчас моя очередь, говорит с медсестрой, понятно? Если ты не подождешь и не остановишь нас в покое, я порву тебя на куски и съем. Фу, вы едите детей, разве вы не знали, что мы эти неспелые? Эй, 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 оставь пациентов в покое. Доктор, определите тяжесть своего заболевания, не волнуйся. Я тогда не знаю, что делать. Может, может, может... Это не я. Опа. Ты... Блин. Что еще раз с нами поговорить? Я не знаю. К окулусу я ходил, в принципе, блин. Я без понятия. К окулусу мы ходили, он говорил, что я буду тебя ждать, когда ты найдешь своего котика. Какой у нас, в четвертой, да, был окулус? Я с ним уже разговаривал. Может, талон им укусать? Нет. Да, ну, погнали снова. Повторим разговаривал. Может поменяться? Может ли поменяться с вами эталоном? У меня номер 7. Нет, я должен узнать, боль... Больно ли мне? Мне нужно узнать свою болезнь. Что если я выясню, какая у вас болезнь? Это вы бы отдали мне свой талон? Конечно. Если я буду все еще здесь, так когда ты вернешься? А, скрипт сработал. Может быть, теперь я смогу подойти? Окулус. Ну, просто больше не вижу, с кем я могу поговорить насчет этого. Извини, мне нужна твоя помощь. Конечно, нужна. Что я могу для тебя сделать? Можешь сказать, какие заболевания страдают существовало с номером 2? Он в зале ожидания ждет. Посмотрим. Ага, я вижу его. Насколько я понимаю, это вовсе не болезнь. Это лишь головная боль, вызванная низким уровнем агонии. Ух ты! Ему можно как-нибудь помочь? Мне необходима его талон. Да, выплакай все слезы, что можешь в эту бутылочку. Но не забывай, они должны быть вызваны неподдельной печалью. Это не составит потруднение. У меня довольно проблемный период в жизни. Я думаю, что... Так, все наладится, когда мы с котиком вернемся домой. Но сейчас все так запутано. Тетя Гресс полностью обезумела. Разговор с ней был ужасен. Я действительно доверяла ей. Я знала, что теперь делать. Папука сказала, что я буду избрана для чего-то. Но она снова уснула, не отвечая на мои вопросы. Мне нужно мой котик объяснить мистера Полныча самое большое утешение в моей жизни. Я хочу найти его, чтобы мы смогли вернуться в Иверсту и быть счастливы. Прекрасная боль. Такая глубокая. Все, да? Бутылка полна слез. Подай ее существу, у которого это твой талон. Ступай, время никогда не ждет. Спасибо, я пойду. До свидания. Все, теперь мы с вами полетели вниз. Нет, стоять в третье. Блин, я путаюсь уже в этих дверях. Тан-та-ра-тан-та-тан. Чачач. Пользоваться. Держите, выпейте это, вам полегчает. Ой, пытаешься меня отравить? Ха-ха, как мило. Давай посмотрим. На вкус это самый содержательный и темный эликсир, который я никогда-либо пробовал. Дай мне еще-еще. Нет, оставьте меня в покое. По печали отдать мой талон, если я помогу. Ладно, ладно, держи. И, спасибо, твои слезы вас восхитительны на вкус. Готово. О, как раз я номер два. Кыш, сейчас твоя очередь. Ладно. Может быть. Заперто. Но здесь нет замочной скважины. Талончик. Нет. Может, я ей талон дать? Здравствуйте, пац... Здравствуйте, пациент номер два. Мы сделаем все возможное, чтобы спасти тебя. У тебя есть назначение? Не совсем иск... Вы сказали мне взять номер и ждать. Прости, мы не помогаем больным людям без пред... Так. Предварительной записки. Но я не больна. Я потеряла своего котика. Я просто хочу найти его. Потеряла котика? Не волнуйся. Это естественная реакция на твою болезнь. Хотя тебе повезло. Многие вместо этого сходят с ума. Да, не повезло. Но как мне попасть на... Так. Ох, просто позвоним мне. Вот моя визитка с номером телефона. Ну, почему... Ну, почему я должна вам звонить? Почему я не могу записаться сейчас? Ох, это было бы глупо, потому что теперь я жду твоего звонка. Ох, хорошо. Я пойду и позвоню. Вот чёрт. Теперь нам нужно ещё и позвонить. Ну, это было на пятом этаже. Вот телефон. Ты с ума сошёл? Позвони нам. 01. По два. 1. 2. 17. 276. Ой, здравствуйте. Да, вы сказали мне позвонить, чтобы записаться на приём. Это Фрэн Боу. Ага. Я свободный сейчас. Нет, нет. Нет. Да, у меня есть пара глаз. Правда? Хорошо. Увидимся через минуту. Хорошо, отлично. Спасибо. Пока. Да, пока. Так, всё, летим к ним. Заходим сразу. Ну. Здравствуйте, пациент номер 2. У тебя назначено? Да, меня зовут Фрэн Боу. И у меня назначено на сейчас. Сейчас гляну в архивах. Да, ты записан. Доктор осмотрелся. Доктор осмотрит тебя через минуту. Просто подойди к запертой двери. Хорошо, спасибо. Простите. А, прости. Прости. А, прости. Я тебя напугала? Ты довольно бледный. Ух, да-да. Какой ужас. Ты похожа на здорового человека. Ой, спасибо, наверное. А теперь, если не возражать, у меня назначено приём. Вообще-то я не возражаю, потому что это моё дело. Ладненько, погнали. Ты ещё не решила покончить с собой? Разве с тебя не хватит всей этой боли? Да, Ремио. Не так ли? У меня не было возможности представиться должным образом. К сожалению, меня нельзя видеть в третьем реальности продолжительное время. Я Ремор, жуткая чернота, принц тьмы. Я знаю, кто ты. Не делай вид, будто ничего не произошло. Ты убил моих родителей. Где мой кот? Что ты сделала с доктором Гирном? Я наслаждаюсь сраданиями, что текут из твоих глаз. Я питаюсь ими. Ты проявляешь моих желаний. Я могу использовать тебя для своего чего захочешь. Ты под моим властью. Это неправда. Больше нет. Я больше не позволю себя обманывать. Скажи мне, почему ты убил моих родителей? Почему? Ты полагаешь, что это я сделал такую ужасную вещь? Я видел тебя за окном. В ту ночь. Должно быть, это сделал ты. Ты слишком доверяешь своим глазам. Разве ты не знаешь, что ли? Людские рецепторы слабы. Твое тело хрупко и вас легко повредить. Нет, не может быть. Прекрати. Я этого не делала. Нет. Это было не я. Прекрати, пожалуйста. Кто это сделал, моя дорогая? Кто это сделал, моя дорогая? Кто убил твоих родителей? Глупая маленькая тварь должна помучиться и умереть, прежде чем стать звездой. Она серьезно? Она их и убила? Так, чем? Ты не убивала своих родителей. Не убивала. Этот мусор хочет меня обмануть. Я знаю. Здесь все вокруг сумасшедшее. Ты должна найти котика и уйти. Так, все, побежали. В открытую дверь у нас только. Котик. Котик, мой милый. Я рад. Ты в порядке? Котик. Ответь мне, что с тобой? Мяу, мяу. Почему ты не говоришь со мной? Мистер Полночь, пожалуйста, не поступай так со мной. Поговори со мной, мистер Полночь. Это не смешно. Это все из-за места, правда? Ты должна выбраться отсюда, чтобы поговорить со мной. А. Это все из-за места, правда? Ты должна выбраться отсюда, чтобы поговорить со мной. Я отнесу тебя в Иверсу, мой дорогой. Полночь нам поможет. Обещай, ничто нас больше не разлучит. Мяу. Ох, котик, я скоро вернусь. Я должна помочь доктору Дерну, хорошо? Кажется, он в беде. Так, шприц, в нем красная жидкость. Что это может быть? Мне это не нужно. Эти кнопки ничего не делают. Доктор Дерн, вы в порядке, сэр? Сэр, очнитесь, пожалуйста, очнитесь. Доктор Дерн, вы живы, сэр? Ах, что мне... Что мне сделать, чтобы разбудить его? Давайте мы пользуем ножек, чтобы, во-первых, его расстегнуть. Отрицательно. Почему? Так, изучить. Содержимое того же цвета, что им и таблетки. Такое возможно? Ммм, хихи. Может, ты его разбудит? Хера у него там, веном, что херня пошла. А? Проклятие, что это было? Не волнуйтесь, доктор Дерн, это я, Френ. А, что? Я не очень хорошо вижу. Френ Боу, сэр, из клиники Освальда. Мы были на кладбище, помните? Френ? Что произошло? Почему я привязан к стулу? Что ты сделал? Ох, я пытаюсь вам помочь, сэр. Большой монстр прицепил вас сюда. Вы должны идти. Хватит, Френ, монстры. Я не со... Не состои... Так. Не в состоянии играть в игры. Хорошо, это был... Вовсе не монстр. Просто позвольте мне вам помочь. А? Что она здесь делает? Я думал, что ты ее приковал. Ох, но это так. Я говорил, что ее трудно усмирить. Мне избавиться от нее? Избавиться от меня? Тетя Грэйс, почему ты так говоришь? Кто это старик? Какая прелесть. Ты говоришь прямо как и твоя мама, когда ты была маленькая. Моя мама? Вы ее знали? Кто вы? Я доктор Освальд Гайрисон. Я все о тебе знаю, Френ. Освальд? Из клиники Освальд? Да, Френ. Тот самый старик. Откуда вы знаете мою маму и тетю? Много лет назад я изучал потрясающе сложных братьев и сестер-близнецов. Люси и Грейс были частью моего исследования. Обе помогали мне найти ключ к успеху. Ключи? Ключ? Вы знали, что мои мамы с папой были убиты? Конечно. Ремон очень помог нам. Мы были нужны ему. Так же, как он был нужен нам. Его сила манипуляции необычна. Но я не понимаю, почему ты так спокойно к этому относишься. В конце концов, это ты держала нож. Я... Я неспокойна, сэр. Кто такой Ремон? Почему он охотится за мной? Скажите. Ремон. Проявление твоей слабости. Ослепленный и мощный проявляет кайт твоих страхов. Но почему мусор убил моих родителей? Потому что твои родители вмешались в мою работу. На самом деле, я оказал тебе услугу. Ты страдала. А боль связана с взрослым и силой Френ. Посвольте, пожалуйста, дайте сделать это... Дайте сделать то, что должны. Будь агресс. Не будьте такой злой. Вы же семья. Отпустите нас. Мы с котиком сможем найти себе место. Не побеспокоив вас. Прошу, отпустите нас. Да, ты права, Френ. Не, жаль, что я была так жестоко тебе. Пойдем. Доктор Дин, вы в порядке, сэр? Не, я на рычаг нажимать не буду. Я знаю, что я могу нажать, и он устухнет. Не буду, не буду нажимать. Френ, дорогая, послушай меня. Ты должна знать, доктор Освальд желает тебе только самого лучшего. Когда Люси была беременна, это бы он знал, что ты будешь особенной девочкой. Он велел нам позаботиться о тебе, но твоя мама нас спрятала. Она хотела спрятать тебя от нас. Она думает, что мы хотим тебя убить, но это не так. Освальд действительно желает тебе самого лучшего. Но для этого ты должна позволить ему провести на себе небольшой эксперимент. И тогда все будет хорошо? Конечно. Но нам нужно позаботиться еще о кое-чем. Маленький предатель должен согинуть. Нет, нет, котик. Да, у меня сейчас не орели, сейчас слезы наворачиваю. Что же, Френ, прекрати ныть. Кот мертв. Но он был моим другом. Ты убила моего лучшего друга. Ты также помогла убить моих родителей, не так ли? Помогла. Кто ты? Как ты можешь с этим жить? Я ненавижу тебя. Я ненавижу тебя. Прекрати, Френ. На помощь, помогите. Прошу, помогите. Прошу, помогите. Не смей трогать, Грейс, маленькое чудовище. Боже мой, она совершенно обезумела. Принеси ее ко мне. Я проведу эксперимент, пока она еще теплая. Мне нужно немедленно извлечь мозг. Что? Френ, ты в порядке? Что вы с ней сделали? Она пыталась меня убить. Вы были правы насчет Френ, доктор Дирн. Она была больна. Но у нее идет кровь. Позвольте мне позаботиться о ней. Нет, ты этого не сделаешь. Она моя. Я много лет ждал этого момента. Искал правильного ребенка. Правильный мозг. Теперь, когда она у меня, ничего меня не остановит. Ох, Френ, все будет хорошо. Кто... Кто вы? Я Итвард. То так о том рассказал многие... Многие дети. Но... Но вы не человек. Эксбро Этерпрод. Полонтрас Монакайшет. Брошет? Итвард? Я нашел его. Боже мой. Отойдите от девочки и оставьте ее в покое. Крошку Френ нужно излечить. Может мы сможем использовать то же тело? Да, она еще не совсем ушла. Сейчас. О, мать Мабука. Ты забрала невинность ребенка. Френ теперь и мертва, и жива. Очинись в темноте, Френ. И ты сможешь пройти к свету. А что если бы я использовал этот рычаг и убил бы доктора? Мой, конечно, не такой же сок и поэтому как-то так. Ай, что произошло? От... Отвард? Полтранос? Мое сердце болит. Мистер Полноч, как? Ты жив, мой котик? Я так по тебе скучал. Прошу, скажи что-нибудь. Френ, мы должны идти. Идти? Хорошо. Доктор Дирн? Смотрите, это Итвард и Паландрос. Я рассказал вам о них. Помните? Я говорил, что они настоящие. Видите? Теперь вы мне верите? Он не слышит тебя. Думаю, сейчас он под властью Мабуки. Нам нужно уходить немедленно. Но он может пойти с нами. Прошу, он был очень добр ко мне. Он очень хотел помочь и защитить меня. Мы не можем взять его с собой, прости. Но мы можем заставить его поверить, что это был лишь сон. Он просто... Он проснется и подумает, что ничего не произошло. Но не вспомнит тебя, Френ. Понимаю. Что ж, думаю, ничего страшного, пока он в безопасности. Это очень мило. Наконец-то видишь. Далеко собственных желаний. Ты обрела един... Уединение, или единое, что твои родители гордились бы тобой. Вы действительно так думаете? Ах, спасибо, Паландрос. А, да, это как хорошая концовка, да? Потому что если бы мы его убили, этого диалога и не было. Теперь давай отправимся, доктор. Давайте отправим доктора Дерна домой. Марсель Дерон. Уанум велкма саппункт Экто. Прощайте, доктор. Прощайте, доктор Дерна. Пойдем, Френ. Ты должна еще не... Так, еще столько увидеть и узнать. Звучит весело. Пойдем, котик. В идее говорят... Ну, это может и сказать... Я все еще много не знаю. Но то я знаю точно. Между чувством вины и страхом... Я выбираю счастье. Такая музыка радостная. Так, если верить слухам... И слухи, по сути, правдивы... Должен быть еще вторая часть продолжения. Ну, давайте, ладно, поговорим о своей игре. Я... Я поставлю игре... 10 из 10. Почему? Во-первых, она мне понравилась. Довольно хорошо понравилась. Потому что здесь у нас есть классный сюжет. Ну, есть много, да, вот всяких там квестов, все такое. Где тоже есть вот эта... Квест, ну, как сюжетная линия. Ну, здесь у нас хорошая сюжетная линия. А есть такие... Повороты, знаете, такие на сюжетные. При этом... Ну, такой 50-50 у нас идет звуковое оформление. У нас жуткий психодел в игре. И это вот классно, вот именно что понравилось. В основном в играх такого характера нету почти что. И на какие-то участки такого хоррора, такого что-то безумие есть. А здесь это все есть, поэтому как-то так. Да, это была последняя глава. В принципе, как-то так это конец. Поэтому всем спасибо за просмотры, ребята. Что были с нами. В дочках со мной. Я не знаю, следующая... Как не с серии, а следующее прохождение. Посмотрю, если есть игра FriendBow, то я начну с FriendBow второй части. Поэтому как-то так. Ладно, давайте закругляться. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok